отлично ребят ну что сегодня мы посмотрим с вами игру от российских разработчиков она выходит 5 августа официальный релиз 5 августа мы смотрим ее немножко раньше почти на неделю музыка есть язык с русский есть все нормально громкость музыки бы немножко снизил то что мне кажется на несколько орется опции графика графика ну все вроде нормально на максимуме стоит управление клавиатурой мышь геймпад xbox one это очень хорошая новость мне нравится так геймпад xbox one здравствуйте это очень хорошая новость это уже вселяет надежду прыжок на эй двигатель авто бег бег на бина тоже странно на самом деле фонарик есть прицеливание окей новая игра вот хорошо что есть поддержки геймпада приятно in guard даже есть ингвар горы не просил добавлять или игру это не шутер раз увидишься первый полосаде был наден геологической экспедиции почти 70 азот в сибирской голыше что громко-то а 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Интересная история. Да, Frozen State называется игра. По-русски можно перевести как замерзший штат, что ли? Или область. Видите, подгрузка когда идет, он написано Frozen State. Добро пожаловать в Дугу-40. Этот заброшенный дом служит твоим временным пристанищем. Ты неплохо поработал, укрепив и обозапався в подходы к нему, но твои преподцы истощаются. Придется снова выбраться в город. Осмотрись для начала в доме. Возможно, что-то пригодится в твоей вылазке. Первое место, которое стоит проверить, это собственные карманы. Нажми ТАП, чтобы открыть луч 12. Если у тебя достаточно ресурсов, сооруди пару кастеров, они точно не будут лишними. Не забудьте, найдешь что-нибудь теплое перед выходом на улицу. Резкое поднижение температуры может легко тебя прикончить. Перед тем, как покинуть дом, взгляни в руководство пользователя, которое было установлено в твой луч 12. Там ты сможешь найти все необходимые основы, которые помогут тебе выжить. Некоторые окна в игре содержат подсказки и полезную информацию. Нажми иконку вопроса, чтобы их активировать. Автоподсказки могут быть отключены на настройках игры. Так. Очень важно поднять как пульсик костром. Есть два способа установки костра. Первый это зайти в инвентарь, нажать ТАП и найти предмет костер. И нажать правую кнопку мыши. Убрать установить. Так, понятно. Слушайте, ну так у руководства не делаются, разработчики, уважаемые. Ну, это перебор, конечно. Вот это перебор. Надо как-то не так учить людей. Так. Вот так вот гораздо лучше, да. Так. Изучить. ЛБ изучить. Взять можно, да? Или разжечь огонь. Ну, покажите, попробуем вот так вот сделать. Разжечь огонь. ЛБ. Вот, всё, разжигаем огонь. Нормально. Вид сверху у нас, ребят. Ну да, это типа выживалка. Диабло пока отложил. Ну, да, сегодня я хочу посвятить день. У меня много времени сегодня. Я хочу посвятить сегодняшний день. В часа три буду стримить, четыре, наверное. Хочу посвятить всем играм, которые я давно откладывал. Долгий ящик. Начинать температуру невысказуемо. Она может упасть в мгновение ока. Многие люди встретили свой конец, замерзнув до смерти во сне. Старайся найти дом или квартиру без разбитых окон. Такие места теплее. Не забывай оставить костер возле места своего ночлега. Перед тем, который переразится в сон. Не спит долго. Спасибо. Ну, графика такая весьма, конечно, несовременная, но... Так. В принципе, нормально. Приемлемая. Крайне мере, ничего не тормозит. Это тут спать, да, можно? Нажать и отдохнуть. Ну-ка, подождите. Сколько? Шесть часов можно поспать. Давайте просто поспим там, я не знаю, полчаса. Я думаю, за полчаса не замерзну. А там, кстати, кровища какая-то подозрительная. Коды из замки – это хорошая защита от воров. Люди часто оставляют себе подсказки, чтобы вспомнить пароль. Некоторые подсказки могут быть на виду, другие скрыты. Хотя прождастность замка мало играет роли. Если деревянная, она все равно не выждет на порт топора. Я сначала подумал, что это кровь какая-то. Холодильник. Что здесь есть? Какая-то мыло, чистая вода, мастер отожогов, патроны. Патроны в холодильнике? Окей, мне нравится это. Может, конечно, попробовать взять все? Да, давайте возьмем все. Я просто не уверен, что это нам будет мешать ходить. По крайней мере, пока. Шкаф обыскать спички зато есть, смотрите. Управление, конечно, немножко непонятно интуитивно. Я бы над ним поработал. Как над движением персонажа, кстати, тоже. Так и над управлением. Оно не совсем похоже на типичные игры подобного жанра. Наручные часы поднять, нажать поднять. На это все привыкнуть можно, ребят. Понятное дело. По всему привыкаешь. Ну вот я думаю, все-таки надо исправить, ребят, управление персонажем. Оно какое-то странное весьма. Даже не знаю, что вам за основу взять. Но я думаю, куча игр на PlayStation даже есть подобного жанра. Так. Взломать. А что как? А, вот 1, 9. 1, 9, 2, 7. Вот. Ну, открывай. Найс. Можно же сразу, кстати, после того, как код вводишь, открывать дверь. Это все разработчикам заметки делают, пацаны. Они потом увидят это видео, я просто комментирую сразу же. Потому что до релиза еще есть время. Может быть, что-то после релиза поправят. Не могу вспомнить. На поиске какая-то игра прям вообще безумно похожая. Вышла вот не так давно. Обновленная версия. На PS3 сначала выходила Dead. Чего-то там. Dead, dead, dead. Кто помнит, ребят, вид от третьего лица на PlayStation 3 выходил, а потом на PS4 еще игра. Вот так. Вид сверху. Меня зовут Археймед. Я суперкомпьютер, следящий все терминалы Эврика в компьютере ОК. Ты можешь задать мне любой вопрос, а найду на него ответ. Кто здесь? Почему ты до сих пор функционируешь? Мне нужны запчасти. Если тебе информация о сопротивлении, ничего пока не надо мне. Это ПК. Покинуть эту местность? Да, ОК. Сюда, может быть, войти? Исследовать локацию. Dead Nation. Да, 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 да. Да, Анджей, ты красавчик просто. Dead Nation, ты прав абсолютно. Может быть, сюда сходить? Не знаю. Мне интуитивно не очень понятно, скажу вам правду. Если мы нажимаем сюда, дальше можно как бы куда-то кликнуть, например, вот сюда, да? А дальше как перейти туда? Ииии... Он как бы идет, что ли? О! Да я оказался здесь каким-то образом непонятно. Ну, ОК, ладно. ОК. Да, кстати, ребят, берите пример с Dead Nation. Очень удобно все управляется. Обыскать. О, у него даже презерватив есть в количестве штук один. Шикарно просто. Ну, графика, кстати, нормальная. Вот к графике у меня претензий нет. Вот к юзабилити, да. Грязные простоники какие-то. А самое главное, пока непонятно... О, кстати, смотрите, это мороженое, ник, и ягоды. Мне непонятно мотивация главного героя. Какая цель игры? Я понял, что тут все плохо, короче, и так далее. Но я пока не понимаю, что мне нужно сделать. Но я объясню, с чем это связано. Вот когда ты начинаешь играть в Fallout, например, четвертую часть последней возьмем, там все понятно, там нужно найти сына. И ты это понимаешь сразу же после роликов. Твоя задача идти искать сына. И ты это делаешь. Внутри леса какая-то. Оружие можно поменять, наверное. Тут оружие можно менять. Так, давайте посмотрим, есть ли у меня оружие какое-то. А здесь я не понимаю, что мне нужно делать. Я просто хожу, что-то презервативы какие-то собираю. Вот видите. Так, крутая игрушка. Я так и не осилился. Женат с полицерком. Ты про что, про Dead Nation или Fallout? А, Alien Nation. Да, да. И Alien Nation тоже, кстати, хорошая достаточно механика. Игра мне не понравилась само по себе. Вообще очень слабая мотивация играть. В обе игры, кстати, мне не понравились мотивации. Но управление там отменное. Надо признать. Здесь, конечно, есть над чем поработать. Так. Пум-пум-пум. А где... Где мой... Мое оружие какое-то есть? Почему нет? Так, вот мы смотрим, ребят. Наган. Вот есть наган-5. Что там называется? Наган-5. А как его взять в руки, интересно? Так. Видите, я не понимаю. Этого. Так. Ну, окей. Окей. Колян, прекрати рекламироваться тут. Может, не для этого стрима. Так, давайте-ка выйдем отсюда. Я теперь не могу понять, как... У меня есть оружие, но я не могу его взять почему-то. Вот это мне непонятно. Может, надо какую-то кнопку нажать? Чудесно. Так, это не кто. Блин. Я не понимаю, ребят, серьезно, инвентарь. Как взять наган? Топор. Ну, хорошо, давайте топор попробуем взять. Может, вы не подскажете, ребят, что я не то нажимаю? Задание записки. Задание записки. Задание, кстати, будут давать, судя по всему. Привет. Майк. Ладно, выйдем отсюда. Я уже замерзаю, кстати, пацаны. Я скоро сдохну. Так и не поняв, куда мне надо идти. Понятно, что надо вернуться. Очень странные переходы между локациями. Тут какой-то инструмент лежит. Можно, конечно, разжечь куст. Ой, куст. Костер. Сюда ничего нет. Интересно, а как быстрее бежать? По-моему, там какая-то... Во, кнопка B. Точно. Может быть, если я буду бегать, я не замерзну. Лиса, привет. О, тут дом какой-то есть. Поспать можно, что ли? А можно здесь закрыть, интересно? Или можно спать с открытыми дверями? Да, можно поспать. Можно порвать костер сжечь как-то. Да, Game Channel, я был прав. Все говорят, что отстойный NHL, кто поиграл. Окей. В общем, игра требует, ребят, как бы, если вам сказать так, терпения. Для того, чтобы разобраться в том, что происходит. Я пока даже не могу понять, как оружие, как огонь развести. Ну, давайте попробуем как-нибудь инвентарь. Какое-то контекстное меню есть. Науки. Давайте посмотрим по поводу костра что-нибудь. Так. Интересно, разработчики, мы сможем когда-нибудь презервативом воспользоваться в этой игре? Мне интересно. Если да, то как это будет выглядеть? Мне очень... Вот реально интересно. Потому что если да, то, наверное, оно тогда стоит того, чтобы в ней играть. Как вы считаете, ребят? По-моему, да. А, вот, смотрите, строительство есть. Тут можно крафтить что-то. Крафтинг есть. Папец. Так-то система сложная, на самом деле. О, есть бронированная шуба. Сколько, интересно, она стоит будет. Так, инфо. Ну, да, будут, конечно. Как не точно-то. Окей. Я так и не пойму, как костер разжигать. Ладно. Вот так вот, если подержать. Кнопка. А, и презики для крафта будут, скорее всего, да? Ладно, ребят, ну, в общем, если у вас пытливый ум, если вы хотели бы поддержать отечественных разработчиков, и поиграть в игру изначально не совсем... Вау! Это лучшее, что я здесь увидел в этой игре. На тебе, маваши. Come on, baby. Let's go. Да, да, кабан, давай, кабана убей. Нет, кабан убил меня. Я прожил, ну, вот, не. Все. Конец игре. Конец. Так что, парни, давайте тут в этой игре из презерватива, значит, будет что-то интересное такое с огоньком. Игру можно найти в стиме, называется Frozen State. И спасибо ребятам за клич.